Десять из тринадцати переграничных школ в Латгали не соответствуют критериям, разработанным Министерством образования и науки. То есть они не набирают необходимое количество учеников на этапе средней школы. И согласно последнему предложению Министерства, количество учеников в приграничных средних школах могло бы быть сокращено с 60 до 45 учеников. В Агутаговском крае требования Министерства не соответствуют Земгельская и Салинская средние школы. В Прельском крае этим критериям не соответствует одна из трех средних школ – Агутская средняя школа. Уменьшить требования по минимальному количеству учеников было предложено также для школ доступности, то есть учебных заведений, которые расположены на территории приграничья. Переговоры с самоуправлениями о списке таких школ в настоящее время близки к завершению. Статус школ доступности может быть присвоен 21 учебному заведению приграничья. В Дагополсе продолжается реализация муниципальной программы по благоустройству городских скверов и парков. Одним из них является крепостной сад, и работы по реставрации и реконструкции его уже начались. Также самоуправление намерено создать парковую зону и на границе микрорайонов – артбаза и химия. Финансирование для этих целей получено, но приступить к реализации проекта муниципалитет до сих пор не может. Причина – отсутствие победителя закупочной процедуры. На сегодняшний момент проводится закупочная процедура. К сожалению, не первая, исходя из неспособности правильно заполнить документы. Но я думаю, что в ближайший месяц уже будут известны какие-то предварительные итоги. Проект реконструкции парка Аватаню предусматривает создание парковой зоны и строительство автостоянки, которая появится на улице Валкас-58. По этой части проекта уже завершена закупочная процедура и ждём заключения договора, после чего начнутся работы. Что касается парка Аватанютон, разместится на территории более чем 64 тысяч квадратных метров. Там будут построены прогулочные дорожки, велодорожки, установлены скамейки и урны для мусора. Построена система уличного освещения и видеонаблюдения. Также здесь появится и детский игровой уголок, и кран с питьевой водой. Утро четверга началось с новости. В социальных сетях появилась реклама о якобы очень выгодной акции «Далгов Пелсадексмы», став участником которой можно приобрести проездной билет на полгода всего за 2 евро 35 центов. Такой аукцион неслыханной щедрости якобы проводится в рамках празднования 34-й годовщины предприятия. Для того, чтобы его приобрести, нужно совершить оплату через интернет, указав свои данные. Так вот, все это результат действий мошенников, которые решили использовать имя одного из старейших предприятий города, чтобы в очередной раз ограбить жителей. Уважаемые жители города, в данный момент появляется ложная информация об услугах «Далгов Пелсадексмы». Прошу вас не верить этому. «Далгов Пелсадексмы» ничего не продает в интернете. Вся официальная информация только на нашем официальном сайте «Далгов Пелсадексмы». Прошу вас быть бдительными. Чтобы уберечь себя от ловушек мошенников, необходимо внимательно проверять информацию и следовать Советам Безопасности, которые помогут отличить официальное сообщение от мошеннического. Единственный реальный профиль предприятия в социальной сети Facebook – «Далгов Пелсадексмы», а не «Саби Дрискайз Транспорт» «Далгов Пелс», как в этом фальшивом посте или любом другом. Проверяйте страничку, с которой запускается реклама. Если вы видите подозрительное объявление, убедитесь, что страничка безопасна и принадлежит предприятию. Один из основных показателей – отсутствие подписчиков и активности аккаунта. Если вы видите подозрительную ссылку, не нажимайте на нее. Если у вас есть сомнения по поводу какой-либо рекламы или предложения, пожалуйста, проверьте информацию, посетив сайт предприятия satxme.daugavpels.lv, позвонив по телефону 29 90 92 92 или написав на электронную почту info at desatxme.lv. Уже в эту пятницу с 17 до 21 часа в Дагубовском университете на улице Парадос пройдет традиционная «Ночь ученых». В этом году ее девиз звучит так – «Встретиться со своим ученым». По мере продвижения по лабиринту у посетителей будет возможность принять участие в дискуссиях, провести викторину, поэкспериментировать, заняться творчеством, заглянуть в повседневную жизнь ученых и заглянуть в научные лаборатории. По большому счету участнику «Ночи ученых» будет предложено посетить несколько станций. Например, на культурном подземе можно будет попасть в мир музыки и искусства. Заглянуть в подводное царство тоже будет возможность, и в этом поможет станция «Водный путь». А на остановке «Зигзаг генетики» можно будет раскрыть секреты генетики лаборатории. «Ночь ученых» каждый год проводится во всех странах Евросоюза в последнюю пятницу сентября. Чтобы в увлекательной форме рассказать о научных достижениях и дать возможность всем желающим заглянуть в тайны, скрывающие за работой научных лабораторий. Их обнаруживают, изымают, но прекратить поток контрабандных сигарет пока не получается. Так, 24 сентября на Даугопольской товарной станции сотрудники таможенного управления службы госдоходов Латгальского региона провели углубленный осмотр вагона поезда, который доставил из Белоруссии груз сухого молока. Выяснилось, что среди бумажных мешков с сухим молоком спрятаны обернутые прозрачной полиэтиленовой пленкой упаковки сигаретами. Всего было изъято в 4000 пачек сигарет «Энзаголд» с акцизными марками Республики Беларусь. Ранее, 22 сентября на Индрском пункте таможенного контроля кинолог со служебной собакой, осматривая грузовой поезд из Белоруссии, обнаружили в одном из вагонов тайник. В нем оказались спрятаны 60 тысяч сигарет «Энзаголд» с белорусскими акцизными марками. 19 сентября на Даугопольской товарной станции при углубленной проверке контейнера, перенаправленного из Индрского пункта таможенного контроля в грузе сухого молока, опять-таки были найдены упаковки с контрабандой 50 160 сигарет «Энзаголд» с акцизными марками Республики Беларусь. Общая сумма недоплаченных госбюджет налогов за обнаруженные сигареты составляет около 44 тысяч евро. Во всех случаях материалы дела переданы в Управление налоговой таможенной полиции и службы госдоходов для принятия решений о начале уголовных процессов.